Александр Новиков Так как я себя виновным не считал и не признавал, то, безусловно, это бесило следствие. И они все искали какие-то формы воздействия на меня и на Багдашова. Любые способы были. Вот меня несколько раз в карцер сажали. Ну, за абсолютную ерунду. Дали мне сначала пять суток, потом добавили еще десять. Потом добавили еще десять. Ну, еще пять. И я все ждал, что вот-вот выйду, уже заканчивается. Ну, карцер – это страшная штука здесь. Не знаю, как сегодня, но в то время такой маленький, значит, бокс, бетонный пол. Это вот отстегивается на ночь только. А так днем вот сиди, вот здесь лежи, вот этот тот самый пол. Дырка такая в полу, крысы оттуда вылезают. Они тоже замерзают, холодно очень было. Я вот, я помню, ночью в полубреду вот в таком каком-то лежу, и вдруг что-то по мне такое теплое ползет прямо по голове вот так, раз, и смотрю, крысиный хвост. Я так сбросил ее с себя, смотрю, я тут несколько штук, она так, крыса, и опять под мышку так залезает прямо в угландание. Им там холодно, мороз вот лютый такой. Решетка, я помню, корка льда такая, намерзшая прямо на стене. Единственное спасение, такая тонкая труба в стыке пола и стены. Тилогрейка запрещена, то есть одна рубаха, и штаны такие короткие, шкеры называются, и чуни, валенки обрезанные, как тапки. Когда меня посадили на первые пять суток, я еще был по тюремным меркам полон сил, и я ходил еще кругами по этой полутораметровой клетушке в этом холоде, я сочинил стихотворение, которое называется «На восточной улице». Ну там, естественно, никакой бумаги не положено, ни ручек тебе не положено, и все. И я, чтобы не забыть его, я ходил вот кругами, его запоминал, заучил. На восточной улице, на карнизах узких, все заре красуются в темно-серых блузках, тень ложится под ноги, я шагаю дальше, где клаксоны окрики, горло рвут до фальши. Семье моей, конечно, в это время было неимоверно трудно. Жена работала в институте, в научно-исследовательском. Зарплата там у работников невысокая, поэтому приходилось ей подрабатывать, какие-то чертежи брать на дом, делать еще что-то. Но держалась она очень мужественно. А кроме всего, моральная сторона дела, которая, конечно, убивала, грызла, когда просто все разбежались. Телефон дома замолчал. Летом намечались игры доброй воли, студенты негодовали, будущий депутат Государственной Думы Геннадий Бурбулис и Владимир Исаков, они собирали подписи в мою защиту. Геннадий Бурбулис впоследствии стал государственным секретарем. Это, в общем-то, была и его политическая карьера. Но я ничего этого не знал, конечно, я сидел, и вот до лета досидел я в следственном изоляторе, игры доброй воли, и было решено меня куда-то спрятать. Я об этом, конечно, тоже ничего не знал, впоследствии только это стало известно. Но решение руководства было увезти подальше, подальше от большого города. И меня этапировали в Камышлов. Этапные Столыпинские вагоны были мне уже знакомы со времен первой судимости, в далеком 71-м году. Ничего в них не изменилось. Когда нас сажали в этот вагон в Свердловске, меня сильно покусала конвойная собака. Дальше недолгая дорога, машина «Воронок», в которой, как издевательство, звучали из магнитофона мои песни. И старинный корпус Камышловского следственного изолятора. Построен он был, говорят, еще при Екатерине. И сейчас уже давно не используется. Стоит в аварийном состоянии и ждет сноса. А тогда, в 85-м, жизнь в нем кипела. Особенно в той камере на втором этаже, куда поместили меня. Там тоже интересный люд. Привозят то наркомана какого-то на отходнике, значит, который всю ночь его галлюцинации душит. То еще что-нибудь. Такая веселая достаточно была камера. И какое-то время я там сидел. Начальник этого следственного изолятора Камышлова Поляков, фамилия майор Поляков. Хороший был мужик. Он понимал, вообще говоря, за что я сижу и как я сижу. Он не был казенным таким служакой. Настало время этапировать меня обратно в Свердловск. Этап это вечером забирают в камеру, ведут вниз в отстойник. Сидишь там всю ночь, ждешь, дожидаешься, когда придет конвой и так далее. Посадили меня в камеру. Охранник говорит, вот в этой камере сидел Дзержинский. Он долго здесь сидел. И вот уже вечером был отбой. Часов, наверное, в 9, в 10 в это время вдруг открывается дверь. И заходит начальник тюрьмы майор Поляков. Но в штатском, в тренировочном костюме. Но это не видано, чтобы начальник следственного изолятора пришел в камеру вечером, да еще не в форме, да еще и один. Ты не виден. И он говорит, завтра мне приказано тебя этапировать в Свердловск. Скажи честно, если бы тебя без конвоя вывели, ты побежал бы? Я говорю, что за вопрос? Я говорю, куда мне бежать? Он говорит, ну, если мы с тобой пойдем по улице, побежишь? Я говорю, нет, дай слово. Я говорю, даю. Завтра я за тобой приду. И в нарушение всех инструкций, какие существуют на этом свете, он пришел утром, забрал меня. Мы с ним вышли из тюрьмы и пошли пешком на мой взгляд. Для него это был конец карьеры. Если бы узнали, что он это сделал, его бы моментально уволили со службы. А может быть, и отдали под сумку. Я иду, у меня, значит, это котомка там за спиной, это сумка. Мороженое. На дороге там купили. Иду ем мороженое, грубо говоря, я пью лимона. С начальником следственного изолятора иду на этап. Пришли туда, куда подходит Столыпинский вагон. Попрощался я так и помахал к Полякову. Больше мы с ним не виделись. И поехали. Уже после освобождения я, конечно, пытался разыскать этого человека. Говорили, будто бы после попытки побега и захвата заложников в Свердловском следственном изоляторе, который он в то время возглавлял, его сняли с должности, и сердце его не выдержало. Но, к счастью, он оказался жив. И встреча с ним впервые за 25 лет оказалась для меня полной неожиданностью. Поляков Владимир Владимирович. И когда все уже подошло к суду, это был, конечно, один из удивительнейших периодов моей биографии. Ну, во-первых, аппаратуру, которую я делал, признали электроопасной. То есть, как бы, она по заключению экспертизы могла убить током, могла загореться. В общем, только не распространяла венерические или еще какие-нибудь заболевания. А так, в общем, было настолько опасно, что вот, по-моему, вам все. В качестве предварительных экспертов были приглашены работники производственного объединения «Вектор». Это вот на нашем 79-м заводе. Делали аппаратуру. Аппаратура чудовищная, непригодная к употреблению вообще. То есть, это настоящие дрова, это издевательство вообще над самим понятием электромузыкальной аппаратуры. Прошу, садиться. Чкаловским народным судом города Свердловска рассматривается уголовное дело. И даже судили нас не в здании областного суда, несмотря на то, что судил областной суд, а нас увезли судить и судили в районном суде Чкаловского района. Вокруг здания собирались с магнитофонами студенты. Включали записи. Вези меня, извозчик. Помнишь, девочка. И вот приходили прямо около окон, стояли с магнитофонами. Я услышал, как ни странно, Александра по одному из голосов. Не то немецкая волна, не то голос Америки. А в это время как раз суд шел в Свердловске в то время. Шел суд и сообщалось там, что вот судят барда такого, нового барда, новой волны, что ли. Да, и вот судят его за хищение, за... Мне песни очень понравились. Я его песню услышал в Нью-Йорке. Там появилась статья в журнале «Магазин Тайм». И там было написано, что вот какой-то Новиков, я даже читаю, вот, издал свои произведения, вот что-то там преследовали, там даже тюремное какое-то преследование было. И с тех пор я узнал его. И тогда еще не было там в Америке его кассет. Но попозже уже они проникли уже на Брайденвич. Какое-то большое мероприятие во дворце. Приехали руководители областного, городского уровня. Их машины стояли со служебного входа. После мероприятия был банкет. И меня попросили пригласить к столу, чтобы покормить водителей. С машины этих руководителей я спустился и смотрю, они все в машине секретаря областного комитета партии. Все водители с остальных машин. Я подошел их пригласить. И что вы думаете? Они все сидели и слушали Александра Новикова, именно ту кассету, по которой был весь сырбор. Она крутилась в машине секретаря обкома. Мне кажется, что хозяин машины-то не мог не знать. То есть это безмозглость, бестолковость. Вот при этой фабрикации она, ну, я не знаю, с чем сравнить. Из-под каждого листа торчат, как сказал Багдашов, ослиные уши. Следователь Леонидовиченко предложил мне, говорит, вот у нас тут Новикова уже все приготовлено, написано. Ну, от моего имени, разумеется. Подпиши это все, делай все легким испугом. Такой путь избрал вот у нас по делу Репьевский. Сергей Репьевский, он житель Уфы. Этот, как говорят, сдавал все. Он писал под диктовку следствие. За это он вымолил себе условный срок. При всем при том, что был таким же участником, если следовать приговору, как все остальные. Я в качестве свидетеля тоже проходил по этому делу, был на суде, давал показания. И вы знаете, что самое неприятное, я бы сказал, даже гнусное, все же мы другое знали. Вместе были на концертах, вместе занимались этой аппаратурой, потому что в ней была проблема. Сашиной аппаратурой нарадоваться не могли. И когда вдруг некоторые из нас, защищая себя, говорили, что они не подозревали, что это аппаратура самодельная, они думали, что она фирменная, было очень неприятно. Глядя на них, я понял, что такое предатель в войну. Я их не видел в войну, я не жил в это время. Мы их видели только по фильмам или читали. И вот, когда я смотрел, вот он, готовый образ. А были на суде и очень достойные люди. Я помню, как нас пытался так наивно и так смешно даже выгораживать и что-то хоть полезное сделать для нас директор Дворца культуры Милявский. Это было мужество в то время, это был поступок. Потому что человек, сказавший правду или вставший на защиту нас, автоматически переводился в разряд врага. Именем российской, советской, федеративной, социалистической. Когда мы получили, я 10 лет, Багдашов 9, Собинов 8, а предатель Репьевский 3 года условно, это было, конечно, ударом. И нас отправили в самый дальний лагерь Свердловской области, на север, в город Ивдель, на станцию Першина. Везли нас в Ивдель в этапном Столыпинском вагоне. На прощание судьба подарила мне, как специально, возможность увидеть через зарешоченное окно вагона места моей молодости. Ветка, по которой из Свердловска выезжал поезд, проходила, да и сейчас проходит, по той самой восточной улице. Я отчетливо видел дом, где когда-то жил, а рядом с ним, буквально в пяти минутах ходьбы, знаменитое кафе, сыгравшее в моей жизни невеселую роль. Серебряное кобытце. Все на одной прямой. И тот тротуар, по которому ходил к девочке, еще двумя кварталами выше. Ее дом и три окна под крышей. Это суровое место сегодня выглядит не так мрачно. Сменились времена, политики, начальники. Сегодняшний быт осужденных не сравнить с тем, который был в северных колониях нашей страны, начиная с 30-х годов прошлого века. Да и я, приехавший сюда 20 лет спустя, после освобождения, конечно же, воспринимал это место по-другому. Я был уже гостем. Вот у любого человека, который приходит в лагерь, все начинается с карантина. Сначала сюда. Так, вот где кот сейчас спит, вот где кот спит. Вот тут я сидел, вот на этом месте. Братан, подъем, ты что? У тебя срок кончился уже. Котенок был такой там у нас, шурка. Маленький, вот такой. Он был больной. И вот его выхаживали. Его хозяин освобождается 30-го мая. Так что кота, шурку освободят. Сегодня все уже не увидишь. Вот мы пойдем сейчас в промзону. Там как сталкер буду бродить. Ни одной живой души, ничего нет. Раньше как муравейник был. Это была большая такая машина, которая работала беспрерывно 24 часа в сутки на разделке леса. Лес шел горой. Вот сегодня такие развалины, сегодня пусто. А норма была 505 кубометров в смену. Работали по 12 часов. Когда ходишь по эстакаде, приходится держаться за этот трос. Потому что тут, когда идет лес, может зацепить бревном, сбросить туда и все что угодно. На этом месте вот один парень у нас был. Он сорвался, упал в карман. И сверху на него упало вот такой толщины бревно. Его прямо вдавило туда. Вот прямо на этом месте. Ну, тяжелый очень лагерь. Очень трудно в этом лагере. Вот представьте, даже вот не поверите, 86-й год, допустим, 5-6 лет назад, голод, люди от голода умирали. По ножовщина в лагере. То есть, все время такие, значит, побоища разные и так далее. То есть, между заключенными. Я видел, как люди ели у лошади, из-под морды у лошади. Здесь вот на лошадях все возят. И объедки из столовой вываливают лошади. И только вываливают, эта лошадь не успевала наесться. Как налетала куча орава петухов. Так, кстати, называя их лагерным, так сказать, словом. Обиженников. И хватали у нее из-под носа все, что у нее есть. Зимой до 50 градусов мороз, туман. И туман даже такой иногда бывал, что не видно впереди стоящего. Вот на расстоянии 6 метров примерно, там 6-10 метров друг от друга по всей длине. Колонии, тюрьмы, система, которая направлена на то, чтобы воспитывать, перевоспитывать человека. Ну, кто там может перевоспитывать? Значит, вот у меня начальник отряда, значит, майор Макрушин, пил одеколон. Вот. Другой начальник отряда, майор Грибанов, он все время воровал доски. Кадры, которые работают в лесных лагерях, занимающиеся перевоспитанием, они сами говорят, что мы, так же, как и вы, всю жизнь в тюрьме. У них совершенно скотские условия существования. Конечно, они будут просто озлоблены, озверевшие, и им ничего не остается, как пить одеколон. Их можно понять просто. В лагере мне песен писать не давали, разве что только последний год. Вообще говоря, в лагере было созданы все условия для того, чтобы не только не писать, а чтобы, значит, и ноги, значит, еще и протянуть. Нужно было не просто выжить. Нужно было прожить достойно. И нельзя умереть. Нельзя. Чтоб тебя, как собаку, там, багром вытащили на задний ход. И в карцере, когда я уже доходил до такого состояния, я понимал, что умирать нельзя. Надо выходить, надо выйти, надо дотянуть. Потому что слабость моя какая-то, и вот мой позор этой смерти, а тем более, не дай бог, самоубийство какого, он ляжет позором на эти песни. И потом говорит, да, а что это, певец? Он говорит, ну что его песни? Он повесился или там умер, как собака там в тюрьме. А 10-й отряд был вот здесь. 10-й, да, на втором этаже. На втором этаже. Ромашек не было. Все более так скромно было. Дочка мне присылала какие-то картинки, рисовала все время. Эти письма переиллюстрировались, они читались. Я какие-то стишки там писал. Некоторые из них изымали, потому что в этих стихах в совершенно невинных стихах, написанных для ребенка. Искали все время какую-то крамолу. Что их винить? Они тоже дети системы. Им приказали, они исполняют. До тюрьмы мне просто хотелось сочинять песни, играть их, и созданные песни уже были самоцелью. Было стремление заработать какую-то славу, известность и признание, как у любого творческого человека. Тюрьма – это была незапланированная часть биографии. Ко всему прочему, арсеналу, чем я обладал, прибавился еще тюремный опыт, немаловажный. И самая главная вещь, которая прибавилась, это та самая слава. Окаянная слава. Там стоит большая мачта. Это была территория Воли. С нее было видно эстакаду. Вот это место, на котором работал я. И в поселке знали, на каком месте я работаю. И для того, чтобы посмотреть на меня, вот залезали с биноклями, с фотоаппаратами, чтобы сфотографировать вот это место. Это единственная точка, с которой было видно место, на котором я работаю с Волей. Оставалось полтора года до освобождения, когда меня перевели вот в этот барак, в другую бригаду. Появилось уже какое-то окружение определенное, поддержка такая. И с администрацией отношения уже не такие обостренные были. А последний год мне уже разрешили. И гитаре, значит, прикасаться, да, милостиво разрешили. На этом месте когда-то был клуб. Сегодня здесь футбольное поле. Я в этом клубе ни единого дня не работал, но здесь бывал. даже несколько раз выступал на какие-то праздники. Там была библиотека и художка помещения моего приятеля, художника Файзулы. И где-то, по-моему, примерно вот на этом самом месте много лет назад я пел когда-то свои песни. На восточной улице на карнизах узких Сизари красуются в темно-серых блузках. Тень ложится под ноги Я шагаю дальше, где клаксоны и окрики горло рвут до фальши. Не спешу, как было я Два квартала выше Где такие милые Три окна под крышей Где ронять мне выпало В дух обиды тяжкий Там сирень рассыпала Белые кудряшки А еще в Атополях В побрякушках лунных Мне листвой так хлопали За лихие струны И в лады потертые Давленное слово Ветер мне развертывал Переборы снова Песни до припевочки Словно ленты в косы Темноглазой девочке Золотого лоса Буйствовал, досадовал Тенью мимо окон Да к щеке прикладывал Непослушный локон Лето сколько минуло Посчитать потехом Вроде как сединами Потрясти приехал Да разве ж все Упомнится Не прочтешь как книжку Память девка скромница Слов у ней нелишку А быть может блудница И сменила напрочь Посредине улицы Оступившись Навзнич Клуб этот был еще И своеобразным Спасательным кругом Здесь можно было Что-то приготовить поесть Здесь можно было Скрыться от разных проверок От разных дурацких Политзанятий К сожалению он сгорел Вероятно этот клуб Видел и слышал Так много Что стены его Не вынесли А может быть и потому что Футбольное поле Сегодня важнее Того клуба Старого и деревянного Сегодня построили другой Хороший Но все равно Тот жалко Все эти годы Я не терял связь С друзьями-музыкантами С которыми записал альбом Вези меня извозчик Если бы меня осудили тогда В 85-м Именно за песни Не исключено Что срок мы получили бы Все вместе Как соавторы После того как Васильича Упрятали Мы в общем-то Остались в ДК Делали какие-то танцульки Какие-то свои программы В общем все было сложно Тогда было Такое Такое Трудное время Дело остановилось Вывалилось Лидер в тюрьме Конечно Это ощущалось Ну а коллектив Продолжал работать Алексей Хоменко Владимир Елизаров И пришедший позже Виктор Оловацкий Играли в группе Наутилус Пампилиус Музыкальная жизнь Страны кипела На огромной площадке Стадионов И дворцов спорта Вышли те Кто был когда-то В черных списках Рок-музыка Зазвучала На многочисленных Теперь Рок-фестивалях Кстати Именно на таких Фестивалях В конце 80-х годов Стали проводиться Митинги И сборы подписей В мою защиту Свободу Александру Новикову Товарищи На свободе За мое освобождение Бились Разные люди Это были Студенты Какие-то Общественные деятели Собирали подписи В мою защиту И среди них Очень важным В моей жизни Оказался Корреспондент Комсомольской Правды Леонид Никитинский Он приехал ко мне По заданию Журнала Крокодил Он в то время Работал В этом журнале Написать Фильетон И вот Я встречался С ним В следственном Изоляторе Когда еще Сидел под следствием Он внимательно Выслушал Все что я ему Рассказал И говорит Ты знаешь Фильетона Не будет И более того Тебе скажу Сделаю все Чтобы это дело Развалить До Леонида Никитинского Обо мне писали В центральных газетах Советской России В известиях Чудовищные статьи В оскорбительно Пасквильном тоне А Леонид Никитинский Писал Объективные статьи Он всеми силами Помогал мне Оттуда выйти раньше Он не давал Это дело Замолчать И вот Его усилия Усилия Всех Кто Бились за Мое освобождение Они потихоньку Начали Расшатывать Это дело И Расшатали Мы можем И должны В 1990 Году Переломить Ситуацию К лучшему Наступал Год Когда Суждено было Наконец Восторжествовать Справедливости Год Моего Освобождения Это было Весной Был обеденный Перерыв Сидели на бревнах И вижу Бежит Замполит Новиков Тебя же освободили И дает мне Комсомольскую правду Газету И там на первой странице Маленькая такая Заметочка Обычная газетная заметка Где дословно Было написано Так О своем Помиловании По указу Президиума Верховного Совета РСФСР От 27 Февраля Новиков И начальство Колонии Узнают Из нашего Сегодняшнего Сообщения Вместе С другими Читателями Это дверь Через которую И я когда-то освобождался Через эту дверь Прошло На моих глазах Несколько тысяч человек И не всех Одинаково встречала свобода А некоторые Так просто и боялись На нее выходить Потому что наступает В жизни у человека Такой момент Когда он много лет Проведет в неволе Он начинает В воле бояться И я когда выходил Из этой двери Очень волновался Не знаю Это незнакомое чувство Оно в жизни не было Не посещало меня Ни до И ни после Оно бывает В жизни один раз Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На вокзале меня встречали Хоменко, Елизаров То есть все те С кем я этот альбом Извозчик записывал Сразу же с поезда Я вот выхожу И они меня ждут на перроне Поехали ко мне домой Сразу же Отмечать это дело И я встретился с детьми И вот к чести их И удивлению моему До сих пор Встреча была такая Как будто ничего и не было Вот не было Вот вышел За дверь И вернулся На второй день После того, как я освободился После того, как приехал В Свердловск Я уже был в студии И мы прямо с самого утра Начали записывать черновики То есть рыбы Не выпивай Прошу До дна Любимый Давай с тобой Бокал по жизни Пронесем Не выпивай Прошу Настой Любимый Не выпивай Последний Мой Лосьон Работали очень быстро В то время, может быть, инструментов было меньше И техники было меньше Запала было больше Когда я пришел, мне предоставили все Все для того, чтобы я концерт записал В самое ближайшее время И он в самое ближайшее время будет записывать Скажи, ну неужели тебе не хотелось после пяти с половиной лет Лагерей Поехать отдохнуть Или просто побыть с семьей Ну это и есть для меня отдых Это отдых Это Труд тела И отдых души Жена меня понимает Она знает, что это моя жизнь Моя работа Жена у меня молодец Если бы мне пришлось Снова жениться Я бы женился только на своей жизни Такой работоспособности вряд ли можно было бы ожидать Вообще Но, по крайней мере, с начала апреля До конца апреля, начала мая По-моему, до майских Мы успели закончить два альбома То есть где-то примерно 25 песен Сделали сразу Это было вообще просто шутки Это муторно Но должно Приговор За приговором С опозданием На полвека Приведенный Отменять Похороненная Мера Сдуй бумажек Лживых горы Их на страже Бег бумажный Продолжает Охранять У них, как снег Болки На муштре Топчут лист бумажной буквы Выпивая Каблуками Пирки Клей Моя рулыки А кораблики Надежды В них беспомощны И лутлы Их крушит И тащит Тащит По лам Колыбрики Я снова работал в студии И меня окружали те же люди Те же друзья-музыкант В первые два альбома вошли песни Написанные главным образом в колонии В тюрьмах-изоляторах И в карцере Мое возвращение В этот изменившийся за 6 лет мир Оказалось стремительным И совершенно естественным Сколько дней как-то на свободе? Сегодня какое число? 28-го? Да День Мой первый Настоящий концерт После освобождения Да пожалуй и в жизни Состоялся 25-го мая 1990-го года В Свердловске Хотя несколькими днями раньше Я уже выходил на сцену Встреча Именно так я называл Свои выступления Прошла в небольшом Доме культуры Областного города Верхневенск У меня сегодня первая встреча Со зрителем Но вот я смотрю Ничего страшного не происходит Я эти песни пою со сцены Эй, налей-ка, милый Что бы что Многотуру схватила Да скрутила аж Да налей вторую Что ввалила с ног Нынче я беру Оценил звонок Как чувствовал В каких городах нашей страны Вы еще выступали? Вы в деле Саша, в 81-м году У вас был куплен аппарат-маршал Нормальный аппарат Правда усилитель Через полгода Того сголел Но надо отдать должное Вы его сразу же заменили Кстати, ваш аппарат Работает до сих пор Вот это я пошлю Министру внутренних дел Мы металл и камень в плаве Мы себя и город славим Но про то, что мы остались Пусть мы пропоем Это выступление было очень важным для меня Песни, которые давно уже знали в народе Благодаря магнитофонным записям Я впервые исполнял живьем И не на зоне Кроме того, это была своеобразная репетиция Перед большим главным концертом Да, после шести лет тюрьмы я ко всему готов Даже концерты Даже к этому концерту Граждане и товарищи Дамы и господа Для вас вновь поет свои песни Александр Нориков Вот так Граждане и товарищи Дамы и господа Как обычно Именно так Потому что Именно эта фраза Вызывала дикое неудовольствие И поэтому именно эта фраза Будет стоять в заглаве афиш Добрый вечер Дамы и господа Добрый вечер Достопочтимые граждане Орденоносного Екатеринбурга Я говорю добрый вечер Не ради красного словца А сегодня действительно Свершилось доброе дело Сегодня свершилось доброе дело Благодаря солидарности Соучастию, сопониманию Сочувствию И в первую очередь Присутствующих здесь Сегодня На шестом году перестройки Спустя шесть лет разлуки Снова среди нас С нами О нас поет Александр Новиков АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер Я этого очень хотел И так и вышло Я сегодня Стою на этой сцене И впервые За последние шесть лет Пою те песни В связи с которыми Все эти шесть лет Мне не пришлось на нее выйти Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok